Сегодня в России отмечают памятную дату – день вывода советских войск из Афганистана. Начиная с 15 мая 1988 года военные колонны начали пересекать афгано-советскую границу, как было решено Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Афганистана. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок – до 15 февраля 1989 года. Этот день стал памятной датой о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня войну в Афганистане историки расценивают как самый жестокий и кровопролитный военный конфликт, развернутый после Великой Отечественной войны. За более чем 10 лет военных действий Советский Союз потерял свыше 14 тысяч солдат и офицеров, сотни тысяч раненых, контуженных и ставших инвалидами. Именно в честь них установлена памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Для тех, кто возвратился с войны, это настоящий праздник и возможность вспомнить своих товарищей. Так считает Вячеслав Лысаков, ветеран боевых действий в Афганистане. С 1984 по 1986 год он был советником представительства Комитета безопасности в Восточной Республике. Неоднократно принимал участие в боевых действиях. Переписываемся с своими товарищами, которые вместе были в оперативной группе. Встречаемся часто очень, не забываем их. Вспоминаем тех товарищей, кто погиб. Из наших опережок по два человека погибло. Всем поздравления, здоровья, всем участникам, их семьям. Всего самого наилучшего. И главное – здоровья. Военный конфликт коснулся практически каждого региона Советского Союза. Из Ненецкого округа в военных действиях принимали участие 44 жителя. Трое не вернулись. Это уроженцы Амдормы, Нижней Пёши и Великовисочного. Именем последнего была названа школа в родном селе. Виктор Аншуков погиб 21 октября 1987 года при исполнении интернационального долга в Афганистане. За мужество и героизм был посмертно награждён Орденом Красной Звезды. По словам депутата окружного собрания и председателя Совета Ненецкого окружного отделения Всероссийской организации «Боевое братство», сегодня семьям погибших и ветеранам боевых действий оказывается всесторонняя поддержка. Из окружного бюджета идёт каждому члену семьи погибшего 12,5 тысяч на их усмотрение. Уже более 10 квартир выдано нуждающимся ветеранам боевых действий новых, что я хочу отметить. А также выделяются средства в пределах миллиона на покупку жилья. Ребята могут оздоровиться за счёт субъекта и нашего бюджета в любых санаториях на территории России. На ремонт жилья выделяются средства. 15 февраля чествуют и тех россиян, которые принимали участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. Это войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. Во время исполнения служебного долга своей жизни отдали около 25 тысяч россиян.